Какой ты идеальный бюджетный смартфон? Сколько у тебя ядер? Из какого металла или пластика выполнен твой корпус? Сколько дюймов в диагонали твоего дисплея? Вопросов немало. А достойных претендентов на звание доступного и приличного смартфона не так уже много. И сегодня мы познакомимся с еще одним из них. Встречайте Honor 6C Pro. Чем интересен Honor 6C Pro, так это тем, что сочетанием своих качеств он бросает вызов таким сильным конкурентам, как Meizu и Xiaomi. У аппарата металлический корпус, производительный процессор и 3 гигабайта оперативки, быстрый сканер отпечатков и качественный дисплей в 5,2 дюйма по диагонали. Что ж, попробуем взглянуть на все это и кое-что другое чуть поближе. Повальная мода на металлические корпуса не обошла и героя нашего обзора, потому большая часть того, что мы видим на тыльной стороне, это металл. Пластиковые вставки сверху и снизу лишь немного выделяются на общем фоне, а разделитель между материалами тонкий и плавно перетекает в глянцевую рамку по периметру смартфона. Honor 6C Pro получил простенький и аккуратный дизайн, все органы управления и другие элементы на самых привычных местах. Кнопки на правой грани, снизу динамик, микрофон и разъем microUSB, сверху миниджек для гарнитуры. Из особенностей конструкции хочется отметить точную подгонку металла, пластика и 2,5D стекла. Про щели и неровности соединения не идет даже и речи. В лоток для карточек смартфона можно установить две nanoSIM или microSD вместо одной из них. Мелочь, но приятно. На лотке указаны номера SIM-карт, так что путаться куда вставить основную при покупке смартфона не придется. Основное, на что обращаешь внимание, держа смартфон в руках, это то, что он легкий и достаточно тонкий, чтобы даже находясь в чехле не стать обузой в кармане. Второе, это его приятная округлая форма. По конструкции смартфона у меня все. Переходим к экрану. Honor 6C Pro получил HD IPS дисплей с диагональю в 5,2 дюйма. Это современный стандарт для доступных смартфонов. И нужно сказать, что производитель не пошел на компромиссы с совестью. Качество картинки на высоте. Подсветка регулируется в комфортном диапазоне от максимального до минимального значения и углы обзора дисплея отличные. Из привычных плюшек, доступных всем смартфонам с программной оболочкой EMUI от Huawei, здесь есть режим защиты зрения и можно настроить температуру цветопередачи. Для управления смартфоном используются наэкранные программные кнопки, а сама панель навигации очень гибкая и подстраивается как угодно. Все это возможно исключительно благодаря продвинутой программной оболочке от Huawei, это EMUI 5.1. С ее помощью обычный седьмой Android становится прокачанным настолько, что буквально в каждом закоулке интерфейса можно найти дополнительные настройки. Здесь можно менять вид меню приложений, настраивать эффекты пролистывания экранов рабочего стола, на экране блокировки есть дополнительные виджеты, шторка уведомлений может кастомизироваться как угодно, и даже сканером отпечатков можно листать фотографии и делать фото. И я сознательно даже и не пытаюсь перечислять все возможности EMUI 5.1, так как, наверное, и через месяц пользования в ней получится находить все новые и новые фичи. Чтобы ощутить реальную производительность смартфона, я обычно пробую его погонять под нагрузкой, что помогает более четко понять, насколько хорошо оптимизировано ПО под железо смартфона. Honor 6C Pro прекрасно справился с десятком вкладок браузера, при переключении они не загружаются заново. Другой реальный кейс – это работа с парой приложений одновременно, и такое испытание смартфон проходит без проблем. Для задач повседневного использования аппарат вполне подходит, видимо, мощности восьмиядерного процессора от Mediatek и 3 ГБ оперативной памяти вполне достаточно. С объемной графикой смартфон справляется на уровне своего класса, так, например, танки и Asphalt 8 без проблем идут на минимальных настройках графики. А вот появлением приписки Pro в названии смартфон, видимо, обязан увеличенному до 32 ГБ встроенному накопителю, что совсем неплохо для доступного устройства. Для демонстрации работы камер нужно меньше слов и больше кадров. И вот сами кадры. Это небольшой тест того, как Honor 6C Pro снимает видео и записывает звук. Это основная камера, конечно же, в формате Full HD. А вот так снимает видео фронтальная камера, и делает она это в формате Full HD, так же, как и основная. Если подытожить, то камеры смартфона хоть и простенькие, но неплохо справляются со своей задачей при свете дня. Вечером шума на фотографиях немало, так что лучше не париться и просто включить вспышку. А для селфи вечером в качестве вспышки используется сам экран. Honor 6C Pro. Если коротко, ты мне понравился. Но есть пара моментов, про которые я не буду молчать. Первое – это дисплей. Он качественный, но у него довольно большие рамки сверху и снизу. Смотришь на корпус, и хочется, чтобы эти пространства были немного меньше. Хотя, с другой стороны, так удобнее держать смартфон при просмотре видео. Ну и второе – это шумные фотографии вечером. Позитивные стороны смартфона налицо. Это отличный дизайн с использованием металла и 2,5D стекла, качественная сборка, быстрый сканер 4-го поколения от Huawei, приличный запас производительности, неплохая автономность и доступность. Больше подробностей о современной технике только в наших обзорах. Подписывайтесь на наш канал, на наши социальные сети, не скупитесь на лойсы. А я вам говорю – до новых видео.